МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа информационного канала продолжает программа «Семейные секреты». Гостья студии Ангелина Ивановна Орехова, главный врач севастопольского специализированного дома ребенка. Здравствуйте. В прошлую среду мы затронули тему принятия родителями факта, что их ребенок с особенностями развития. Но часто бывает, что принятие не происходит, и ребенок остается один на один со своей бедой, и тогда на помощь приходят сотрудники домика. Прежде чем поговорить об отказных детках, я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас есть электронный адрес, куда мы ждем ваших вопросов, обращений, возможно, ваших историй, которые мы могли бы потом рассказать, обсудить, возможно, чем-то вам помочь. Итак, Ангелина Ивановна, сколько отказных деток на сегодняшний день находится в доме ребенка? На сегодняшний день 24 ребенка, из них 7 детей, дети инвалиды детства, в том числе лишенные родительской опеки, потому что у нас, в общем-то, есть дети, инвалиды с инвалидностью, это тяжелые, конечно, заболевания, которые не отказные, они обращаются в органы опеки, предоставляют медицинские документы, которые подтверждают, что ребенок нуждается в постоянном, ну, может, временном, но медицинском конкретном уходе, в каких-то манипуляциях медицинских. И на это время ребенок может это организовать. Поэтому он временно по трехстороннему соглашению органы опеки, семьи и администрации дома ребенка определяется к нам. И вот на сегодня таких еще двое деток. Поэтому есть дети лишенные родительской опеки, 7 человек. То есть всего сейчас 9 детей инвалидов? 9 детей, дети инвалиды. Но это немного, да? Ведь раньше, я помню, было их гораздо больше. Их было гораздо больше. Их было и 18, и до 20 детей. И были очень тяжелые дети инвалиды. И они уже поступали в течение года. Ну, поступало до 6-7 новых детей с тяжелой патологией, которая, в общем-то, оформлялась инвалидность. И впервые выход на инвалидность, ну, до 5 человек было ежегодно. Значит, ну, вот за последние два года, 15-16 год, к нам поступило по два ребенка, ну, в общем-то, с потенциальной инвалидностью. Из них по одному ребенку – это вот эти домашние дети. То есть, фактически, лишенных родительской опеки по одному ребенку. То есть, это те дети с тяжелой патологией, которые были оставлены… В родительном доме. Но ведь рождаются практически одинаковое количество. Одинаково. Даже если брать с синдромом Дауна, ну, до 4 детей в году, в общем-то, рождается. Но к нам пришла вот за 2 года только один ребенок с этим синдромом. Раньше это было до 3-4 детей, они к нам приходили. То есть, получается… То есть, это значит, что дети остаются в семье. В 100% оставляли. Теперь нет. Все они уходят домой. Я так думаю, что очень сыграла большую роль информационная вот такая компания, которая идет и по центральному телевидению, и в местных СМИ. Доступ, конечно, интернет-ресурса. И вообще сейчас уже рождает поколение немножко очень грамотных молодых людей, которые очень много читают. И более лояльные. Лояльные, конечно. У них совершенно подход, наверное, все-таки изменен. Потому что все-таки вся информационная компания, что ребенок не должен оставаться один на один со своей бедой, а семья должна все-таки брать это и как-то помогать, и выходить из этой ситуации вместе, может, с общественностью. Это какую-то роль вот сыграло. И вот сейчас мы видим, что и у нас в Доме ребенка отказных даже детей стало намного меньше, и в том числе детей инвалидов. В Доме ребенка, где маленькие детки до 4 лет, насколько я знаю, даже большая потребность усыновителей, которые бы хотели взять, осчастливить какого-нибудь маленького человека, чем детей, от которых отказываются, которые остаются один на один в этом мире. Ну, естественно. Но в последнее время, вообще работа нашего учреждения на протяжении 10 лет, когда как-то так вот наблюдая, попадает, что если рождается ребенок с какой-то патологией, как правило, это очень хорошая семья. Очень ждала этого ребенка. Как всегда, полная семья. Но вот в той или иной ситуации... Ну, это такой экзамен, да? Да, какой-то экзамен выпадает этой семье. Поэтому, ну, зачастую этот ребенок даже приходит в сопровождении мамы и папы. Конечно, это очень, ну, такая трогательная, серьезная встреча с родителями. И я, как правило, не закрывая перед ними дверь, я объясняю, что они могут приходить, наблюдать. Если могут, могут помогать в лечении ребенка. Или просто ходить, навещать ребенка. Они могут видеть, как он развивается. Но он будет постоянно под медицинским контролем. Естественно, мы берем на себя все обязательства по оперативному лечению, по лечению, по оказанию высокотехнологичных каких-то операций ребенку. В других городах у нас были такие ситуации. Еще при Украине, когда девочка с синдромом ДАН нуждалась в операции на сердце, мы ее сделали, эту операцию. И буквально после этой операции, ну, ребенку было 6 месяцев, родители забрали ее домой. А часто так бывает, что вот походят, походят, родители в шоке, да? Они не знают, они хотят закрыть глаза, отказаться от всего, а потом видят, что, в принципе, да, ничего страшного. Ну, бывает, бывает, и бывает не сразу. Бывает, ну, прошедствую даже года, двух лет, у нас такие ситуации были. Вот я привела пример, где было полгода девочке, и она ушла домой. И мы очень счастливы, потому что всегда, когда родители даже такое решение принимают, у них есть возможность его отозвать. Это очень важно. Ну, с этим решением тоже очень тяжело жить, человек поосознанно. Одно дело, когда это как бы асоциальная какая-то группа, да, которым, в принципе, они понимают, что они не могут, и они надеются, что Бог пошлет этому ребенку каких-то вот земных родителей, которые могут. А есть люди, которые, да, испугались, приняли решение, и потом они просто не могут с этим жить, потому что ведь совесть, она же не спит. Естественно, поэтому мы беседу проводим, общаемся, и они приходят и смотрят, и мы им все рассказываем. Некоторые нуждаются в какой-то точной информации, мы эту точную информацию даем. У нас, допустим, сейчас находится девочка-инвалид детства, ребенок с онкологическим заболеванием. Ну, вот уже на протяжении трех лет постоянно приходит бабушка-дедушка. То есть, ну... Все равно же она не одна, да? Конечно, безусловно. Она сказана, по документам, потому что все, без желой онкологии. Но есть родные люди, которые заботятся, а дети это очень чувствуют. И дети это очень чувствуют, конечно. И есть ребенок-инвалид, которому приходит прабабушка. Ну, так сложилась жизнь. У этого ребенка нет бабушки. Бабушка, так сказать, умерла, а вот прабабушка жива. Мама, в общем-то, живет, работает в Киеве. Это было вот на стыке наших вот этих революционных событий. Женщина приняла решение, все-таки она там жила, работала, и, в общем-то, приехала, родила здесь. Здесь она, как бы, местная наша гражданка. Но, да, и ребенок родился, конечно, с тяжелой патологией, долгожданный, любимый. Но так получилось. И вот прабабушка на протяжении вот уже больше двух лет регулярно приходит, гуляет. И мы, так сказать, всегда открыты перед этими родителями. А как вы думаете, если у этого ребенка появятся потенциальные усыновители, вот эта прабабушка, она будет рада? Безусловно. Конечно, безусловно. Если бы она могла, она бы его, конечно, не забрала. Конечно. Но она понимает всю ситуацию, драму всей вот этой семьи. Поэтому здесь, в общем-то, ну, подходит всегда серьезно, осознанно. И мы очень рады, когда судьба ребенка, инвалида, как-то хорошо заканчивается, будем так говорить. Или он уходит домой. Заканчивается судьба отказного, да, и он становится родным. Да, и он становится в семье. Мы говорим, что это семейные формы воспитания. Какие бы они ни были, приемная семья, ну, тем более, если родная семья, все равно он в семье, все дети должны быть в семье. Ну, вот вы говорите, семь детей-инвалидов на сегодняшний день, о двух вы в двух словах рассказали. Расскажите еще тех, кто нуждается в помощи. Возможно, севастопольцы и хотели бы помочь, но не знают, кто нуждается и как помочь. Ну, на сегодня такой ребенок у нас есть. Может, многие, если помнят, телезрители, потому что очень многие жители нашего города участвовали в жизни Жени Исаченко. Ребенок с артергруппозом у нас находился, и мы проводили ряд операций в Санкт-Петербурге. Еще тогда это были разные страны, и мы понимали, и наши жители города понимали, что это, в общем-то, как ни странно, другая страна и нуждается именно в финансовой поддержке нашего даже сотрудника, который там находился на протяжении шести месяцев. Находился сотрудник, потому что это очень сопровождал и принимал, в общем-то, от моего имени все решения. И судьба-то мальчика Жени, может, кто-то сейчас захочет услышать, сложилась очень удачно. Он в семье, он ходит в школу. Правда, это в Соединенных Штатах. Ну, семья очень хорошая, достойная. Они, значит, присылали фотографии, приезжала переводчица здесь по своим делам, к нам заходила и передавала привет, и тоже какие-то видео нам оставила. И мы видим, что он счастливая, глаза ребенка. Он ходит в школу, он живет в этой семье и счастлив. Ну, если бы не было этих операций, то, что было изначально у нашего Жени, конечно, эта семья бы не взяла, потому что даже и усыновляют вот такие иностранные семьи, и, конечно, детей, которые, ну, потенциально, да, как-то их можно социализировать в жизни. Просто быть сиделкой у этого ребенка, они тоже их не усыновляли, тем более наши семьи. А вот мальчик, который сейчас у вас, как его зовут? У нас точно с такой патологией ребенок, и мы сделали уже тоже две операции в Смоленске. Сейчас предстоит ему операция в Санкт-Петербурге, в общем-то, в том клинике, где вот мы делали 8 лет назад, это уже было или 9. Вот, ну, мы надеемся, потому что у этого ребенка сохранен интеллект, и он понимает, что он болен, что он не такой. Вот то, что он не ходит, а ему хочется ходить, потому что он в группе с детками, которые, в общем-то, могут передвигаться, ходить. Да, тем более, мы же говорили, что у вас сейчас разновозрастные дети в группе, вот этот семейный... Семейная форма воспитания, в которой в семье может быть и инвалид, может быть и здоровый ребенок. И вот такая интеграция и социализация детей в общество, она как бы происходит у нас в доме ребенка. Поэтому хотелось бы, конечно... Чем ему можно помочь? Вот чем могут помочь севастопольцы? Вот конкретно этого мальчика. Как его зовут? Его зовут Ярослав Павлович. Сбор каких-то денег, как мы вот тогда целую компанию открывали с помощью телевидения, конечно, не нужно. В Российской Федерации все предусмотрено, и операция-то делается по линии обязательного медицинского страхования. Ну, какая-то финансовая, может, поддержка в плане что-то купить ребенку в дорогу, понимаете? Или чтобы они что-то откликнули. Ну, конечно, есть какие-то непредвиденные расходы, которые невозможно... Ну, да, мы никогда не отказываемся ни от какой помощи. Есть и точечная помощь, и есть просто общая помощь. Ей приходят люди, приходят люди впервые. Они, ну, как правило, это приурочено каким-то праздником весенним, первомайским. Кто-то попал, проникся и пошел с вами на этот праздник. Да, приходят, говорят, вот я бы хотел, ну вот я хочу сам что-то купить. И все, они, мы даем... Вы открыты, в принципе. Открыты, конечно. Потому что это чисто бюджетное учреждение. Это учреждение не зарабатывает самостоятельно денег. У нас нет никаких платных услуг в системе. А детям иногда хочется чего-то такое дать, да, что, в принципе, не является обязательным, да, но побаловать иногда и какой-то... Поэтому мы, конечно, да, открыты перед всеми нашими доброжелателями, так сказать, благотворителями. И люди откликаются, приходят и оказывают помощь. Ангелина Ивановна, вы говорили, что вот мальчик, который сейчас установлен в Америке, да, были сделаны операции, это был такой шанс. Лотерейный билет вы ему купили, да? Выиграет, не выиграет, а нет. Вы подготовили небольшой видеоматериал для одного мальчика. И очень хотели бы, чтобы это был лотерейный билет для него. Давайте посмотрим, потом обсудим. У меня сидит наш любимец Юрик. Это ребенок, который попал к нам из правоохранительных органов. Он был найден на кладбище, родился в склепе. Это то, что нам рассказали сотрудники полиции. Медики установили, что преждевременные роды. Ребенок родился очень недоношенным. Судя по ребеночку, в утробе он не получал никаких, наверное, питательных веществ. Очень слабо набирал в весе. Не мог сам глотать. Были нарушены многие функции организма. У ребенка тяжелый порог сердца. И, как мы видим по Юре, он имеет, скажем так, ярко выраженный алкогольный синдром. Это типичный ребенок асоциальных элементов, если можно так назвать, родителей. Которые не заботились о том, что они произведут и кого они произведут на свет. Но всеми своими стараниями, упорством Юра выжил. И живет, и радует нас, сотрудников. Сколько ему сейчас лет и какую динамику он уже дал в развитии? Ну, вот смотрите, ему сейчас почти два года. В июле месяце ему исполнится два года. Мы отпразднуем ему день рождения. Но к этому возрасту Юра показывает грубую задержку в развитии, глубокую. Он только-только сам стал сидеть. Сам может принимать пищу из ложечки или из бутылочки. Что дети умеют к полугода. Естественно, идет грубая задержка речевого развития. Юра толком еще не стоит, не встает на ножки. Потому что он очень слабый. Как бы мы его не кормили, то, что ребенок получает от матери, это является залогом его развития на многие-многие годы. Но мы пытаемся своими занятиями, уходом, наиболее лучше сгладить вот этот недостаток в развитии. Какие у Юры перспективы уйти в семью? У Юры, в общем-то, неплохие перспективы уйти в семью. Потому что в прошлом году мы тоже отдали ребенка с подобной патологией в развитии, прооперированного на сердце. Ребенок ушел с инвалидностью, но ушел в приемную семью. И я думаю, что через пару-тройку лет он догонит все-таки сверстников в речевом и нервно-психическом развитии. Редактор субтитров А.Семкин Юра дотянулся до звезд, и я надеюсь, что он дотронулся до чего-нибудь сердца. Потому что если ребенок в таких условиях выжил, значит, это же не зря, значит, он кого-то ждет. Галина Ивановна, расскажите, мальчики. Безусловно. Ну, немножко наш старший педагог обрисовала грустную картину. Ну, это было изначально и грубо. И у нас были... Мы очень высокую планку всегда ставим для каждого ребенка. Потому что, чтобы что-то не пропустить, и задачи, в общем-то, решаем более высокие. С любого старта, да? Конечно. Поэтому вот это очень грубо. Вот это, да, мы так думали. Значит, на сегодня действительно у него очень хорошие перспективы. Значит, все, что сказано было и про рождение, и про весь тетанамнос, конечно, не могло не пройти мимо этого ребенка. Он, конечно, перенес сепсис в перинатальном периоде, когда находился на этапе выхаживания в пятой больнице. Он перенес минингоэнцефалит. Конечно, реализовалась эта внутриутробная инфекция, которая вот такие последствия принесла. Ну, то, что ребенок выжил, да, это уже чудо. Безусловно. То есть у него именно жизненный старт, конечно, высокий у этого мальчика. И в дальнейшем, конечно, это все реализовалось впоследствии воспалительного заболевания нервной системы. Есть такой диагноз, с которым ему и поставили инвалидность. И на сегодня эта инвалидность дана буквально на два года ребенку. Значит, все наши комплексное лечение, восстановительное, реабилитационное лечение и все эти занятия увенчались тем, что у него на сегодня, значит, у него до июля 2018 года, на два года дана эта инвалидность, скорее всего, по данному заболеванию и по заболеванию нервной системы она будет снята, потому что сейчас уже все тестовые показатели показывают, что он догоняет своих сверстников. Но дети, они же вообще показывают иногда чудеса, да? Да, безусловно. Компенсаторные данные у ребенка очень высокие, они выше, чем у взрослого. Поэтому чем вот все это закончится, никто никогда не знает. Но если, конечно, ничего не делать, бездействовать, естественно, ну, только чудо может произойти. А здесь, в общем-то, он работает полномерно, мы и работаем по программе его реабилитационной, как ребенка-инвалида. Поэтому у него на сейчас только, это вот такая глубокая и тяжелая белково-энергетическая недостаточность. Но это тоже связано с его рождением, с его закладкой всех органов и систем. Но сейчас он начал набирать вес. Да, то, что делают дети до года, но он начал в полтора это делать. Есть ли такое понятие, ну, не знаю, насколько в медицине, в простонародье, может, вы меня сейчас осудите, поздний старт, да? То есть иногда ребенок стартует, когда рождается, иногда вот он сидит полгода, он борется за свою жизнь, ему некогда развиваться. Когда он уже понял, все, я выжил, я живу, и он начинает свой путь, и, в принципе, да, идет опознание там на год, допустим, на полтора. Безусловно, потому что параллельно, вот, наша педагога сказала, что у него тяжелый порог сердца, тоже это мы думали. И думали так кардиологи, и думали, в общем-то, все специалисты. Мы ни разу его показывали московским специалистам, которые сюда приезжают. Но он обошелся без операции. То есть восстановилось все. Консервативным путем, консервативным лечением, всей расписанной терапией специалистов из Москвы. В Санкт-Петербурге замечательный специалист. Да, мы вышли из этого. И речь сейчас об операции по поводу тяжелого порога сердца не стоит. Поэтому вот эти все, так сказать, понемножку такие, ну, погрешности в его здоровье и давали вот ему отставание-то. Потому что вот на сейчас у него только белково-энергетическая недостаточность. То есть вот то, что он на зонде был почти до года, он не мог кушать. Вот только сейчас стал самостоятельно. И сейчас он стал набирать вес. Он стал набирать вес. Он стал, сейчас начинает он уже и ползать, и ходить, и двигаться. То есть у этого ребенка, да, через год, я так думаю, что приемная семья будет просто рада его видеть. Потому что он... И со временем же вот этот вот, ну, внешние признаки алкогольного синдрома, они же тоже скрадываются, да? Чем старше, что у ребенка практически не видно. Безусловно, безусловно. Они скрадываются, их не видно. И это только такой глаз очень профессиональный, может что-то увидеть. Вот, поэтому я думаю, что перспектива у этого ребеночка очень хорошая. Вот сказала Оксана Александровна, что у нас уже был такой подобный случай. Ну, немножко он был другой. В каком плане? У ребенка был тяжелый порог сердца, очень тяжелый, который перенес операцию на сердце. Вот это подобная была ситуация, но у него немножко было, так сказать, в другой... Но опять же, родители потенциальных, да? Вы научите, как работать, что делать. Он может приходить к вам в центр на реабилитацию. Мы об этом когда-нибудь поговорим отдельно. Безусловно. И он ушел в приемную семью, этот мальчик, и прекрасно, семья рада, и мы рады за ребенка. И он вышел, ну, естественно, это уже было больше трех лет. Ну, до трех лет, конечно, как бы все боялись. И органы опеки даже не давали направления на знакомство с этим ребенком. Ну, даже с виду очень здоровый ребенок может выдать любой сюрприз, в любой момент. И домашний, и отказной. Тут, к сожалению, никто не застрахован. Я знаю, в прошлом году у вас был первый случай ухода ребенка с синдромом Дауна, да, не в родную семью, а усыновление. Ну, раньше у нас тоже на усыновление, но это было иностранное усыновление. С синдромом Дауна, как правило, усыновлялись дети, но... Ну, сейчас иностранного, по-моему, вообще нет, уже столько местное. Ну, надежды только на вас, уважаемые телезрители. Нет, здесь нашим хватило бы. У нас просто нет таких кандидатов. И слава Богу. И слава Богу. У нас, в общем-то, мы этим не страдаем. И я очень рада за деток, который даже в ту или иную какой-то ситуации остался. Мы знаем, что он всегда будет в семье, и как можно скорее. На это нацелены все наши системы. Социальная служба и органы опеки. И мы только работаем на конечную цель – это ребенку отдать семью. Поэтому мы бы очень были рады. Девочка с синдромом Дауна, которая... Ну, синдром Дауна, он чем коварен? Сам синдром Дауна, он, в общем-то, ничем не страшен. Ну да, просто другой набор кромочек. Это, да, немножко, да, дети с определенным умственным развитием, которые могут прекрасно социализироваться, жить, работать и, в общем-то, не приносить никому никаких хлопот. Но этот синдром, как правило, сопровождается пороком развития органов и систем. Как правило, сердечно-сосудистой системы. И у таких деток наблюдаются тяжеленные пороки сердца, которые... Это самое опасное, что это все-таки... Самое опасное, которое требует и несколько этапов операции. Иногда, прежде чем пойти на операцию, специалисты тоже все риски предусматривают. У нас была такая тоже ситуация. Так вот, эта девочка с синдромом Дауна родилась в нормальной семье, долгожданно. Ну, так вот случилось-получилось. Помимо синдрома у нее был тяжелый порок сердца. Мы делали два этапа операции. Один этап еще при Украине, второй этап уже в Санкт-Петербурге. Ну, и, естественно, каждое оперативное лечение в развитии ребенка, конечно... Это же наркоз как минимум. Конечно. Ну, приложив все усилия, она, в общем-то, хорошо вышла после всех этих операций, восстановилась. И вот наши все педагоги, работая по определенным программам с детьми с синдромом Дауна, тоже достигли хороших результатов. Она у нас была просто актриса на всех утренниках. Вот. И нашлась семья из Крыма, которая, в общем-то, приемная семья. У них есть уже приемных четверо было детей. Это из одной семьи дети, но они совершенно с нормальным развитием. И они, в общем-то, я беседовала с этой мамой, потому что она приехала с желанием двоих детей взять с синдромом Дауна. Но я очень была беспокойна тем, чтобы на нашем же детям не было плохо, потому что это особенные дети. Исправилась, постаралась. Если вы берете, вы должны очень хорошо понимать эту проблему. Одно дело, когда бывает, и у нас было такое, но это были иностранные усыновители, когда брали детей, у них у самих был ребенок Дауна. Или родственник был, были такие. Они полностью понимали, какого человека они вообще берут в семью, потому что это особое должно быть отношение, и вообще круг жизни, совершенно уклад жизни немножко другой в семье должен быть. А здесь она берет... Ну, она, в общем-то, послушав меня, посмотрела девочек, послушав наших специалистов, она все-таки приняла решение пока взять одну. И вот забрала нашу Софию, мы были за ней очень счастливы, что София, как раз ей подошел уже пограничный возраст для перевода в интернат. И очень хорошо, что она... Дмитрий Иванович, у нас очень мало времени осталось, а я хочу показать еще одну девочку, которая еще не пограничный возраст, ей 3,2. Но, тем не менее, после 4 лет ей придется куда-то идти, и было бы здорово, чтобы это была семья. Давайте посмотрим на Марину. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас вы видите занятие специалиста-дефектолога Алины Вячеславовны Букань с ребенком, который имеет синдром Дауна. Девочку зовут Марина. Она воспитанница нашего дома ребенка от рождения. Сейчас ребенку 3 года. Она уже освоилась в сенсорной комнате и покажет вам свои достижения. У таких деток очень долго формируется любой навык и очень быстро утрачивается, если его не поддерживать, если нарушить определенный порядок. Но все занятия в доме ребенка, воспитание, обучение таких детей направлены на то, чтобы помочь ребенку овладеть навыками самообслуживания. Потому что всех взрослых в нашем доме волнует один вопрос. Как ребенок будет обходиться в повседневной жизни? Чему он научится на выходе из дома ребенка? И ранний возраст, это возраст до 3 лет, самый благоприятный период в жизни человека для овладения этими навыками. У таких деток с синдромом Дауна наблюдается задержка психического развития, речевого, физического, в силу диагноза определенного. Но сгладить недостатки в развитии помогает специально организованное пространство, специальный курс занятий, который не прекращается от рождения и до выхода ребенка либо в другое учреждение по профилю, либо в приемную семью, либо с возвращением ребенка в кровную семью. В прошлом году мы отдали ребенка с синдромом Дауна под опеку. Это за много-много лет первый случай. Общество становится более толерантным, более сочувственно относится к людям, имеющим такой диагноз. Сейчас создаются условия для обучения, социализации таких деток. И у нас в городе, особенно по программе раннего вмешательства, и я хочу отметить тенденцию, что кровные семьи меньше стали отказываться, бояться оставлять в семье ребенка с синдромом Дауна. Почему? Ну, потому что общество стало более грамотным в этом отношении. И понимают, что этот ребенок, он больной или здоровый, он все равно ребенок, он все равно родной человек. И, может быть, в Севастополе тоже, или в Крыму найдется, или за пределами Крыма найдется такое же доброе сердце, которое возьмет Маришу к себе в семью и будет уделять ей такое же внимание, обучение, создаст комфортную обстановку, чтобы она росла тоже в семье. Потому что ребенок, даже имея такой диагноз, он очень эмоционально отзывчив, он очень благодарен за обучение. И мы радуемся, и вот все специалисты, отмечая динамику в развитии, тоже так искренне радуются, что она начала ходить сама, хоть и с опозданием. Мы думаем, что она скоро нам скажет первые слова, построит хоть неверно, но первую фразу. Потому что ребенок имеет такой неоценимый потенциал для развития. Главное, чтобы ей занимались. Главное, чтобы ее любили, чтобы наши усилия не прошли даром. И мы работаем не только с детьми, а мы можем и обучить того близкого человека, который, дай бог, появится у Марины, как с ней нужно продолжать занятия, как с ней нужно общаться, как выстраивать жизнь, как с ней взаимодействовать. Ангелина Ивановна, чем особенно Марина? Вот эта девочка с синдромом Дауна, она замечательна тем, что ее синдром Дауна не сопровождается никакими пороками развития. Вот это тот случай, когда здесь... Редкий случай. Редкий случай, когда здесь синдром Дауна в чистом виде. И, конечно, такой ребенок хорошо социализируется. И это видно по ней. И вот то, что сказала Оксана Александровна, это неоценимый вот тот потенциал, который бы хотелось его развивать. И, конечно, в семье это получится всегда. Потому что та София, которую забрала прием на семья, она была немножко даже хуже этой Марины, потому что, ну вот я сказала, были пороки развития у ребенка, и которая принесла две операции. Операция наркоза чуть-чуть ее... Здесь нет. Поэтому если найдется семья, которая, может, воспитала такого ребенка или очень знает и понимает эту проблематику, то есть кроме радости Марина в семье не принесет ничего. Никакой грусти. Первый шаг, что сделать тем людям, которые увидели по телевизору и хотели бы... Обратиться в органы опеки за направлением. Потому что в органы опеки наши семьи обращаются, как правило, за здоровыми детьми. Как правило, детей-инвалидов органы опеки даже не предлагают. Тем более вот с таким диагнозом. Ну так вот, ну построена так работа у нас вроде. Только нацелена на здорового ребенка. Поэтому если вот мы уже увидели этого ребенка, если они адресно возьмут направление и приходят знакомиться, мы более подробно расскажем. Это ни к чему не обязывает? Абсолютно. Абсолютно. Они только могут прийти... У них будет допуск в дом ребенка. Они познакомятся с Юрой, с Мариной и со стороны. И в течение 10 дней они могут принять решение. Да, нет. Никто не осудит, никто не обидится. Но попробовать, если у кого-то такое желание есть, наверное, можно. Спасибо большое, Ангелина Ивановна, что вы приняли участие в этой программе, пришли в студию. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание к нашей программе. Единственное у меня к вам большая просьба. Не делайте этот шаг просто из любопытства. Вот если вы не можете уже жить без этого, тогда да, идите за направлением. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok